и снова здравствуйте всем привет и так хочу потестить именно новый ресурс в интернете который поможет сделать быстро анимацию для персонажа давайте рассмотрим как это все дело работает и в блендер посмотрим что получится значит как это все дело работает значит здесь есть несколько персонажей это первый персонаж через alt левая кнопка мыши мы можем отвертеть крутить правая кнопка мыши передвигать следом еще один персонаж перетаскиваем он выглядит уже так значит вот таким вот образом тут уже другие у него кости вот у нее тут под пальцы уже установлено более менее так значит это уже зомби и тут какой-то персонаж именно так исторический вот здесь разные виды костей и так загружаем ролик этот ролик я делал именно для мультфильма хотел просто скопировать на персонажа вот так он выглядит это для того где отец сидит в кресле и потом злиться на круза вот прогнала все это дело тут пока на 4 секунды всего лишь сделано вот эта обработка анимации и закидываем здесь можно переименовать на английский допустим переключаетесь и пишите ну не знаю там перс к примеру конечно окей нужно немножко подождать сейчас он начал работать в предыдущих моих попытках он значит как сказать не сохранял модель после того как накидываешь на него вот эту вот именно анимацию с ролика вот он пишет 21 секунда в принципе где-то так время и выходит вот теперь у нас появляется анимация считанная с ролика вот видите перс и заметьте что ролик я просто снимал именно как сказать ну комнате без заднего фона ничего не делал просто на телефон снял как она есть и вы видите что анимацию он скопировал все нормально вот так теперь накидываю мы закидываем сюда анимацию вот она теперь здесь вот перс можем на любого перса теперь так накинуть и сохранить любого персонажа так смотрим правая кнопка мыши экспорт перс формат fbx формат бвх и фабрик анрию и гид вот я не знаю что это за формат вот бвх если сохранить то можно уже применять быть любом персу так пока fbx формат экспорт три минуты вот в этот раз он у меня сохранил в прошлые разы он не хотел все это дело сохранять и вис и сидел я очень долго а тут вы видите что он и заработала так персонаж сохранен ну а теперь давайте посмотрим как он себя ведет когда нажимаем видите у него тут трухание есть нам трусится но это дело в блендер можно убрать вот таким вот образом так присутствует увидите в риге пальцы косточки сейчас все это делаем проанализируем как в блендером будет выглядеть но таких костей на не будет погнали и так блендер можно это пока все удалить английская а и закидываем сюда значит fbx формат в папке в которую все это дело установлено закинуто сохранено вот все загрузилась давайте теперь косточки вот эти вот выберем найдем вот эту настройку за порт дисплей инфронт ну видите в каком варианте значит тут все установлено кости перевернуты вот это значит включиться вот эти вот это значит что это тазовые кости и позвонок все кости вывернуты такая штука это не есть good и смотрим что получится включаем видите что трусится персонаж так 106 кадров ставим enter и теперь мы его немножко почистим значит так G английская отводим в бок смотрим все нормально теперь ставим на первый кадр заходим по смотрим и жмем английской а теперь альт-жи альт-р альт-с так эта штука не работает изначально значит тут это возврата персонажа не получается это не есть хорошо это не есть хорошо так а ну ка получается что этого персонажа не получится поставить в а поздно или в изначально да альт-жи альт-р альт-с не работает печально так свою настройку сделать нельзя кости поменять нельзя потому что проведет персонажа но единственно что можно сделать с этого персонажа значит снять анимацию его как образец и на него наложить своего персонажа с костями и повторить вот это все это все положение и переписать анимацию ну как вариант значит убираем первый кадр пятый через shift зажатый левая кнопка мыши все это вот таким вот образом выбираем тридцать пятые сороковые сорок пятые пятидесятые кадры через shift колесико зажимаем можно перетащить если длинная анимация вот сто пятый я наверно оставлю еще сто шестой так теперь control и сочетание клавиш и делит на клавиатуре или правая кнопка мыши и просто удаляем раз и делит тут копировать значит ставить дублировать мир снэп и значит если выделяем делит вот делит кейфрейм удалить кадр так ладно теперь смотрим ну вот увидите что персонаж немножко движется да но уже не так как раньше и здесь его можно уже подкорректировать именно вот здесь у него я уже не начинается вот на этом кадре все а тут уже нормально но это можно подкорректировать так вот плохо что он не становится значит в изначальную позу так назад вернемся выберем опять же кости попробуем alt g alt r alt s получается вот такая штука alt g alt r alt s все это все что он может предложить значит да ну в принципе тоже неплохо что здесь можно попробовать его переписать значит она тоже ну вот эту позу вот сколько его теперь вывернула в другую сторону значит control z control z control z так куда он теперь делся значит это тоже неинтересно если зайти теперь выйдет мод увидите что опять же выйдет мод он позу не меняет именно на т позу возможно нужно сохранить начало персонажа в т позе да давайте попробуем теперь такой вариант так кидаем его в изначальную т позу и попробуем просто сохранить нажав на blend ждем все пошло сохранение и теперь нужно закинуть этого персонажа значит теперь делаем вот такую штуку заходим в object mode находим импорт fbx находим значит его в т позе вот этот персонаж так можно его наверно будет оттащить выбираем кости и по прошлому ролику попробуем скопировать на него анимацию и так выбираем кости с анимации теперь выбираем кости персонажа без анимации жмем control z сочетание клаев находим link animation date не есть good а ну-ка пробуем наоборот control l link animation и тут тоже такая стукенция не работает значит скопировать анимацию с этих костей на вот эти базовые не получается хотя наименование у них должны быть одинаковые вот пальцы руки left rig rig все нормально значит вот такая штука только копировать именно закидывая на него копировать так сказать персонажа а ну-ка пробуем еще раз заходим в пост мод и control l здесь эта штука не работает так еще попытка значит ctrl l коллекция не накидывается ctrl l значит значит вот эти кости вот эти кости control l копирует значит на обычную позу так а если control z и у этого гражданина пропала анимация так а ну-ка так а ну-ка на каком моменте она пропала вот на этом моменте если мы выберем самого персонажа и вот этого персонажа и сделаем control l link animation date то даже такая штука не прокатывает да теперь вот таким образом control l link animation date control z control l link animation date вот такая штука происходит вот такая штука происходит вот видите как его рубит бедного хотя у него анимация скопировалась печально так ну с этим ригом работать нельзя миксамовский он его не поддерживает давайте проверим чтобы уже крит control rig окей смотрим что он он с него ничего не сделал просто удалил анимацию и вот откинул его куда откинул его куда откинул его куда от исчезла анимация apply animation edit export нам это не надо control z control z control z проверяем control z все анимация так здесь есть все здесь присутствует и вот так это все словом работает ну вот такой обзор в принципе можно использовать хотя бы для того чтобы ну как сказать копировать уже с объекта именно с анимацией делать какие-то ну условом брать своего персонажа и копировать накладывать к этому персонажу еще с маленьким и все значит берем персонажа накладываем на этого персонажа и костями уже пост мод по нему выставляем все вот эти покадровки 50 70 и так далее ну вот как то так ну в принципе очень поможет для каких то сцен сэкономить время так быстрее будет конечно делать позы анимацию чем допустим того же ролика или сгибки какой-то или еще какого-нибудь другого объекта все всем пока до свидания спасибо 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 Продолжение следует...